я всех приветствую 308 выпуск трезвый взгляд сегодня я записал интересный 333 выпуск без цензуры он в открытом доступе находится на бастионе ссылка верхняя в описании если вам нравится мое творчество вы можете зарегистрироваться и смотреть там штук 150 выпусков которые под по регистрации доступны и по подписке мои там там более 45 тысяч человек у меня подписано вчера нормально там одно видео посмотрела больше 5000 человек это хорошо я считаю так что заходите обязательно комментируйте это просьба там нас стимулирует определенными плюшками если вы комментируете и перепосты делаете внутри бастиона ставите нам пятерки также телеграм очередные переводы выложил интересные материалы тоже кому не все равно . виргельм в аркентин меня так зовут у меня канал уже 2000 человек прибавилось за буквально тут две недели но я стараюсь делать интересный контент и сегодня тоже будут интересные публикации связанные с тем о чем мы сегодня будем говорить я на это сошлюсь потом опубликую попозже начать выпуск хотелось с интересной новости в просвещенном китае в свободной счастливой стране блогерам запретили рассуждать о медицине и юриспруденции не имея соответствующие квалификации не юрист значит не можешь обсуждать юридические проблемы не экономист не можешь обсуждать экономические там не только эти две темы запретили как они это сделали но есть у них площадки для стримов и на прямых эфирах пока ты там не поставишь галочку что-то эксперт все никакого никаких дискуссий парламент как говорится не место для дискуссий также нельзя выпускать контент который ослабляет или ставит под сомнение лидерство коммунистической партии китая и содержит дипфейки с партийными и гос лидерами ну и выпуск там с 18 плюс содержанием и провокационным под текстом тоже запрещен но и там людям запретили донатить до 18 и стримы смотреть после 10 лет если вам после 10 вечера если вам нет 16 такая вот свободная страна ну до чего можно так дотрахаться до мышей которые будут покорно ходить на все ограничения которые выстраиваются абсурдное тестирование и так далее все это уже сегодняшний китай идет китаизация дальнего востока имейте ввиду это придет все на русскую землю если вы не одумаетесь здесь очень ключевая тема чему русские вымирают это не причина я сразу скажу но один из факторов это аборта если бы абортов не было но были бы созданы условия для рожениц мы бы уже имели бы естественный прирост по сразу и вот в этом в этой теме важнейшее вчера событие произошло в сша верховный суд отменил конституционное право фактически на аборт 50 лет назад они это право сделали сделали запрет запрет на запрет так сказать можно было делать на федеральном уровне только эти изменения теперь местные власти решают можно постановить запрет на аборты или нет вообще тема очень сложная и я сразу скажу что в этом уродливом обществе где спокойно убиваются десятки миллионов детей каждый день оптимального решения проблемы нет это не только религиозный элитический вопрос это вопрос выживания государства уже создаются чтобы в идеале до чтобы та популяция которая это государство образует росла и процветала и когда генофонд подрывается то государство должно демографическими мерами исправлять ситуацию и вот смотрите как и и вот эту ситуацию ну там ясно что консервативно настроенный судья верховном суде но или группа судей я не знаю что там как они это решение принимали они встали на позицию возможности запретов абортов это очень тяжелое решение для америки до прилично деградирующей здесь чем проблема в том что неосознанные женщины продолжат глотать таблетки делать криминальные аборты незаконные либо уезжать другой штаты делать аборт во всех штатах вряд ли запретят байна байденовская группировка использует это как козырь на выборах говорят вот смотрите вам запретили уже аборты хорошо подумайте на следующих выборов как голосовать всякие либерахи лезут на мост фридерика дугласа протестуя против запреты феминистки просто устроили там форменную истерию джастин трюдо который два года кошмарил канадцев не вспоминая что мое тело мое дело тот лет слезки говорит права женщин ущемляются и мое мнение такое однозначно просто взять так вот и запретить аборты нельзя это неправильно это приведет к беспорядкам уже привело в америке через беспорядки их жестко разгоняют давайте на секундочку представим что путинский режим рухнул ролики будильника начали так выстреливать там на десятки миллионов просмотров что решили короче в русские власть поставить наконец-то трезвого честного человека вот чтобы и вот приходит человек деградирующее общество где несколько миллионов абортов где женщины говорят да нам не не на что детей как бы содержать извините мы поэтому как-то это без детей или там шесть беременности но одного оставим как котенка пятерых убьем и эти женщины будут по-своему правы мы в матрице такое создали такие условия нечеловеческие где они вот ну не могли в 90-е годы в россии вообще не было условий для развития детей многие делали аборты поэтому то есть однозначно осуждать и называть там животными обезьянками людей кто делает аборты нельзя просто люди понимают что это потомство не выживет они его убивали ну что-то я пришел бы к власти чтобы я делал ну во первых нужна деурбанизация почему потому что в мегаполисах дети не нужны они мешают родителям жить в мегаполисах создаются такие условия что дети вырастают часто уродцами не способными к самостоятельности их водит за ручку в школу до 11 класса и так далее деурбанизация это не значит что людям надо ехать в глухую деревню нет нужно создавать населенные пункты около 10 тысяч численности по рекам нужно во первых ну начать не с абортов а начать с технологии дешевого строительства жилья на этих территориях и газификация который мы говорили несколько дней назад то есть должны быть газифицированы эти участки подведены к ним эти коммуникации выстраиваются новые поселки удобные для проживания компактные с определенным количеством земли и 1 это 1 1 максимум двухэтажная застройка и что делать создать госпрограммы там трем родили трех детей получается такой дом на выбор то есть хотите вот если из большого города переехать вам тесно с тремя детьми в своей квартире вы получаете такой дом для проживания это вообще увеличит желание просто само по себе рожать детей само по себе эта программа там естественно нужно создавать инфраструктуру для дошкольного образования развития сети детских секций детских школ это же прикольно дети любят играться а игровые виды спорта игровые кружки это все очень легко делать но это врожденное понимаете игра это врожденная штука посмотрите как играют котята котята собачки блин кто только не играется поросята даже играются то есть пока дети маленькие им вообще прикольно играться и когда дети вырастают я до сих пор играю в шахматы с удовольствием главное то есть выстроить чтобы вот у у даже не образованных родителей не было сомнений что государство на дошкольном уровне сделает из детей развитых личностей переведет потом в школу реформа школьного образования должна быть произведена именно ценнейшие навыки там условно дети должны уметь в школе там токарному искусству учиться там вообще любому искусству ручному девочки должны там уметь какие-то русские вот эти вот там вязать должны учиться и так далее это очень интересно тоже развивает моторику это еще и полезно все все вот это вот потом вузовское образование должно быть понятно чтобы оно было сопряжено с практическими навыками то есть чтобы не было там у нас 25 миллионов юристов что были нормальные специальности чтобы рабочий ценился государства получи как в европе чтобы было вот рабочие на уровне полицейских как минимум что получали ну или чуточку всего меньше они как сейчас там в разы меньше и вот дальше но есть все-таки животные ну как бы они скажут на все равно нет ну зачем нам дети типа вообще не надо тут консенсус нужен тут нельзя ущемлять права людей они же могут рожать надо как-то использовать просто выкупать этих детей у этих людей все каким образом говорить у вас нету денег на воспитание детей времени нету окей но вы сейчас девять месяцев потеряете родите ребенка посмотрите на него убедитесь что он вам не нужен и продадите нам его просто покупать детей все почему это нужно делать в государстве миллионы пар несчастные не могут нормально усыновить детей за сложной системы усыновления и вполне нормальных детишек их мало ну то есть там отказываются от инвалидов каких-то врожденных там дефектов страшных детей а здоровые дети разбираются на ура в принципе это им создается припоны но надо просто систему этого усыновления нормальными семьями консервативными не антигетеросексуальными а нормальными традиционными семьями где мне получилось иметь детей вот и все от круговорот воды в природе мгновенно ли это выстраивается система нет эта система минимум 15-20 лет надо выстраивать вот если я сейчас начать выстраивать только 40 там пятому году мы можем получить нормальную систему и если мы начнем это в сорок пятом то выстроим ее к 65 и так далее то есть это надо делать уже сегодня для этого для этого сначала приведите к власти трезвого честного человека понятная идея но что лучше тратить миллиарды рублей на полицию триллионы либо воспитать нормальное поколение дать им ресурсы все правильно тотальная газификация удешевит отопление а у нас какие ключевые проблемы в своем доме там коммуналки нету только вот за отопление плати за свет и всего ну и налог на землю заплати который тоже можно отменить для многодетных семей а для бездетных или те кто не хочет усыновлять детишек ну для тех сделать эти налоги у них же больше времени зарабатывать деньги ну и вкладывайте вклад свои в общество при этом и должный уровень свобод будет поддерживаться и никто не будет думать убивать детей когда ты будешь знать ой беременность а ты вокруг смотришь кучу детей кучу детских садиков кучу кружков дети ходят школу пешком без родителей меня не опасаясь что их там куда-то выкрут все решаемо но не мгновенно не сразу и и в другом обществе не в этом не в этом сумасшедшем обществе которое возмущается что вот тут верховный суд сша что-то там отменил да правильно отменили там то в принципе и условия есть для развития детей получше чем россии по крайней мере но там другое общество я вот про россию рассказывал как бы я решил дабы часть бы возмущалась бы дегенератов мы бы их успокаивать да ну типа да у вас есть права но много но у нас проблема в депопуляции надо решать и что русских должно быть миллиард вот как миллиард русских вот нарожаем там будем думать уже что делать разберемся там когда север освоим когда заполярный круг освоим когда там выстроим цивилизацию на севере через 100 150 лет вот тогда подумаем а сейчас нужны люди нужны русские люди которых не надо убивать операциями вот это мое такое мнение она может быть не популярная кого-то возмутит права там права какие-то там ну вот вам права вот одно дело когда вам медицинские показания это ну естественно там аборт по медицинским показаниям он должен быть разрешен всегда если все нормально в этом человек здоров зачем ну вот мотивируйте людей и само по себе вот те меры которые простые я сказал они количество криминальных абортов и количество попыток избавиться от детей там таблетками но специфическими то опасные методы прерывания беременности они сойдут на нет когда можно будет в крайнем случае продать ребенка государства в лучшем случае просто получить полноценного гражданина а для государства что это такое это налогоплательщик это тоже очень хорошо он будет и человек вырастет будет платить налоги своей трудовой деятельности и укреплять государство лишние люди никогда государства не вредили особенно если они нормальными вырастают воспитанными такой сегодня мой выпуск больше философски подписывайтесь на мои ресурсы все обязательно на все youtube каналы иногда предупреждение выносится приходится переходить следующий будет 50 там даже подписчиков больше но я каналы берегу сейчас где-то отвод отстаиваются они у меня часть времени не выкладываю ничего сейчас на 70 вещаю тут пока вроде все нормально но это временно обязательно телеграм-канал он стал ну по выражению многих интереснее поэтому и люди прибавляются и количество просмотров прибавляется с важно не просто подписаться а периодически заходить смотреть те кто не понимает значение телеграма я скажу что и телеграм и бастион это инструменты нашей свободы супер верхняя ссылка вы можете подписаться на бастион по моей реферальной ссылке зарегистрироваться и меня отблагодарить чтобы я в холостую не работал как этот месяц практически там тяжело у меня было заработками так и вам в получении нормальной информации взаимный обмен должен быть ну а если у будет 100 тысяч на телеграм то я уже стану вообще говоря политической фигурой ведь а если вам будет там 500 тысяч миллион да но это крупной политической фигурой телеграм если имеешь пятисоттысячный то ты уже фактически депутат госдумы без всякого мандата так что подписываясь на меня вы укрепляете нормальные человеческие идеи центральной моей идеей как раз является свободой развития до новых встреч пока